Будь готов, всегда готов. Казалось бы, эти лозунги уже в прошлом и не знакомы современной молодежи. Однако это не так. Костер пионерского движения по-прежнему разжигает сердца многих и заставляет совершать маленькие, но подвиги. Как выглядят сегодня современные пионеры, расскажем точнее. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. И вот о чем мы поведаем в ближайшие полчаса. Всегда готов. Галстук – это гордость нашей и нашего поколения. То есть красный галстук никогда не забудется. В ком продолжает гореть костер пионерского движения. Сложите мне русскую настоящую. Мода на печи в собственных домах возвращается. А вот не перевелись ли на земле печники? Удивительное – рядом. Пробок в самом широком месте, самой широкой улицы не бывает. Мы приехали сюда в час пик в 9 утра. И дорога свободна. Расскажем о рекордах Тюмени в нашей специальной рубрике. На первой странице тележурнала расскажем о знаковых событиях этого дня. По велению императора Петра 1-го, 19-го мая 1712 года российская столица была перенесена из Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург был центром Российской империи с 1712 по 1918 года. В 1817 в этот день в России впервые учредили Государственный коммерческий банк. 19 мая 1922 года вторая всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, объединили в один. И теперь эта дата считается днем рождения пионерии. Сегодня бы движению исполнилось 95 лет. Его инициатором выступила Надежда Крупская, предложив создать детскую организацию, основанную на принципах скаутского движения. От них пошел и девиз «Будь готов». Получивший в СССР ответ «Всегда готов», а также пионерская форма, белая рубашка и красный галстук вместо зеленых скаутских. Кстати, изначально галстук не завязывался, а скреплялся специальным зажимом. На нем были изображены серп и молот, надпись «Всегда готов» и «Костер». Позже зажимы убрали из-за сложности изготовления. С другими неотъемлемыми атрибутами пионеров Никита Филиппов вышел на улице Тюмени. Кроме горна и пионерского галстука, непосредственно атрибут этой организации служил вот такой вот барабан. Мы решили поинтересоваться у жителей города, знают ли они и помнят ли они, что это такое. Девушка, здравствуйте! А можете нам что-либо наиграть на нем? Неплохо, спасибо! А это Рамштайн? Да? Ну и пыль, это Рамштайн! Всегда готов! Всегда готов! У вас почти получилось! Как мы видим, практически каждый человек где-то глубоко в душе помнит этот ритм, который поднимал силу духа и помогал совершать добрые дела. И хоть времена пионерии давно прошли, но правое дело живет. Анастасия Лизаревич нашла современных последователей детей рабочих. Как они себя называют, чем занимаются и как к ним можно присоединиться, узнаем в следующем материале. Они всегда были готовы. Готовы вспомнить об этом и сегодня. В день пионерии в 72-й Тюменской школе прошла необычная акция. После минуты молчания ветеранам микрорайона Воиновка школьники торжественно повязали красные галстуки. Бабушки вспомнили юность пионеров-героев и растрогались почти до слез. Мы не забыты. И наше дело продолжается и в добрых, прекрасных и твердых руках. Галстуки у них уже не красные. Школьники-воиновки больше не называют себя пионерами, скорее активисты. Движение, которое в 72-й школе зародилось 10 лет назад и набирает обороты, очень похоже на то, чем занимались советские дети. И это не только сбор макулатуры и посадка деревьев. У нас ежегодные акции, мы в них принимаем участие. Это чистые окна ветеранам. Дети выходят, моют окна. Мы участвовали в акции «Штрих-код», то есть мы закрашивали всякие надписи на стенах. Школьники-воиновки полезные акции проводят постоянно, своими силами, как умеют. Но в Тюмени они такие не единственные. Готовых на добрые дела набралось так много, что в 2016-м областной центр присоединился к Всероссийскому движению школьников. Это совершенно новая детская организация, созданная по указу президента страны. В пятницу активисты собрались на съезд, чтобы подвести итоги первого экспериментального года. С трибуны звучали отчеты о проделанной работе, наградили самых активных и здесь же утвердили кодекс чести. У нас очень много, и мы надеемся, что нас станет еще больше, и мы все те, кто хотим помочь другим. Во Всероссийское движение уже вступило 26 тюменских школ. Это более 50 тысяч детей, и чейки организации есть в каждом регионе России. У ребят есть свои идеи, и причем они не космические, как обычно бывают у молодежи, там мир во всем мире, запредельные какие-то истории, а вполне реальные улучшения экологии, это улучшение своих дворов. Кстати, в эту организацию по одному не принимают. Вступить во Всероссийское движение можно только всей школой. Заявки принимают до 1 июля, так что у ребят-воиновки еще есть время, чтобы подумать и присоединиться. Современными пионерами смело можно назвать участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В заявке более 200 человек, отобранных в Тюмени, уже отправлены в Москву. Какие направления оказались самыми востребованными, спросим у представителя регионального оргкомитета в ФМС в Тюменской области Ольги Петрушиной. Также Ольга является директором по развитию регионального проекта «Моя территория» и руководителем Института неформального образования. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Судя по вашей активной жизненной позиции, сразу возникает вопрос, вот сами подали заявку, нет? Да, конечно, обязательно. Одно из первых, чтобы проверить сервис, что все хорошо работает и мы можем продвигать события дальше. То есть вы тоже отправили свою заявочку и планируете поехать? Ну, на сегодняшний день я вхожу в число тех 200 кандидатов, которые направлены в Москву, но все-таки последнее слово остается за национальным подготовительным комитетом. Там есть вопросы, связанные с безопасностью, которые будут согласовываться и регулироваться, и уже нам скажут, кого из этого списка рекомендуют и желают видеть в Сочи. Ну вот я так понимаю, что огромное количество человек желали попасть вот в этот список. Кто эти люди? 200 человек. Кто они? Это обычные молодые люди, студенты или как? Ну, наверное, не совсем обычные. Это точно все люди с активной жизненной позицией. Они участники мероприятий регионального формата, всероссийского. Многие из них участвовали в международных проектах. Ну, мне кажется, почти половина это универсиада и Олимпиада в Сочи. Те, кто был там волонтером, пробовался в числе организаторов. Потому что сюда, в эти 200 человек, вошли те, кто не просто активный и что-то делает, но еще и может об этом рассказать. Потому что мы понимаем, что мы представляем в Сочи честь Тюменской области и Российской Федерации. Там были требования к опыту участия общественной деятельности, насколько сфера, в которую ты подаешься, профессионально для тебя. То есть, если ты спортсмен, общественник, да, это точно были награды, дипломы, благодарственные письма, которые нужно было предъявить, документы проектные о тех проектах, которые ты делаешь. По каким направлениям фестиваля тюменцы подали больше всего заявок? Я так понимаю, там были спортивные направления, еще какие-то? У нас очень спорт и творчество, ну, всегда в приоритете. Это самая такая развитая, наверное, в вузовской среде сфера общественной деятельности. Ну и третья позиция – это волонтерство, общественные организации, те, кто сегодня себя проявляет вот в такой общественной жизни. Еще были направления IT, инженеры молодые, ученые, образование. Там чуть меньше людей. Ну и, наверное, просто пока не совсем понятен контекст, какие именно события ждут нас на фестивале, чтобы туда заявиться. И людям было сложно немножко сориентироваться. Но, тем не менее, у нас был хороший конкурс на место по всем десяти номинациям, поэтому, думаю, что качественный состав. То есть пока не ясна цель, с которой едут ребята, да? Я так понимаю. Ну, цель точно – заявиться о России, о достижениях каждого отдельно взятого региона на большой международной встрече. Ну, знаете, я бы приравняла ее к статусу саммита экономического, потому что цель, в первую очередь, в неформальном общении – обменяться тем, какие есть практики, найти себе партнеров, друзей. Это сегодня очень легко делать международные проекты, тем более проекты в онлайн-пространстве. Ты выходишь, создаешь сайт, группу в Фейсбуке, собираешь туда информацию, ведешь блоги. И, ну, не так просто найти людей, потому что все равно для нас пока первичный контакт лицом важнее. Чем ценна тогда поездка вообще для ребят, для участников? Ну, можно найти ресурсы, новые интересные площадки. Там подразумеваются акселерации эксперты международного российского статуса, которые в обстановке форума легко могут стать твоими друзьями, партнерами и приехать сюда или дать какие-то, знаете, ну там… Если… Я даже не говорю про материальные ресурсы, скорее, доступ к данным. Подождите, а вот про экспертов, если говорить, я, насколько знаю, там будет Панги Мун, Марк Цукерберг и Илон Макс, правильно? Да, это те спикеры, которые заявлены сегодня на сайте, но мы понимаем, что экспертов там будет несколько тысяч человек. Ну, во-первых, от наших регионов едут в том числе эксперты, потому что, ну, например, часть коллектива «Формейшн Вера», да, которые приедут на площадку творчества, вполне могут являться экспертами для ребят, которые приедут туда из других регионов и, может, не имеют таких достижений. Поэтому мы сами отчасти выступаем экспертами. Ну и, конечно, все передовые компании, фирмы, лидеры стран будут там для того, чтобы поучаствовать в этом саду. Вот, насколько мне известно, участников также ждет ярмарка стажировок. Что это будет и что еще интересного фестиваль предложит? Ну, сегодня форматы конкретные не оговорены, не прописаны. Ярмарка стажировок подразумевается, это одна из ключевых задач, как связка образования и трудоустройства. Но там будет огромное количество и творческих событий, мероприятий, такой, знаете, лаунж, в котором легче общаться. Плюс профессиональные дискуссионные панели, презентации, выступления в формате TED, где можно презентовать лучшие практики, где мы их услышим от передовых компаний. Ну, то есть всевозможные виды акселерации, где можно обменяться визитками. Это все планируется. Программа будет на сайте появляться в течение всего лета, потихонечку померить того, как будут согласовываться кандидатуры, эксперты, утверждаться форматы. Спасибо большое, Ольга, за интересную беседу. Было приятно с вами пообщаться. Будем ждать тогда с нетерпением мероприятие, которое здесь будет проходить. Ну, я во всяком случае. Вам всего доброго и до свидания. Спасибо. И еще информация для самых активных тюменцев. Предстоящий уикенд подарит нам колоссальный выбор уникальных событий и мероприятий. Концерты, дни рождения, театральные перформансы и не только. Дарья Власова уже подготовила афишу. Осталось выбрать. Приходишь за покупками, а здесь звезда в субботу. Именно так и будет. Компанию «Шопоголиком» составит певица Бьянка, а также Колян и Вован из «Реальных пацанов». Сити Мол отметит свой день рождения, вот поэтому и пригласили таких гостей. Бьянка споет для зрителей. Кто из нас красивее, не в этом дело. Доброй будь душою, вот это тема. А реальные пацаны проведут мероприятие. Кстати, они приедут к торговому центру на БТРе вместе с байкерами. Приходи, будет офигенно. Кроме звезд, развлекать гостей будут и другие музыканты-танцоры, экстремалы и факиры, а русские богатыри устроят крутое силовое шоу. И это еще не все. В воскресенье поднимут настроение и вдохновят на шопинг артисты из «Виа Лимонад». Слава музея обещают открыть только в конце года, но уже предстоящим субботним вечером вы сможете беспрепятственно попасть в это здание. Слава революции! Такова тема предстоящей музейной ночи. Тюменцы смогут попасть в фонда хранилища нового здания и увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей, как хранят экспонаты. В других музеях тоже обещают интересную программу. Мероприятия пройдут и на площади борцов революции, набережной и в сквере Ермака. А на двухэтажном автобусе можно будет прокатиться под звуки духового оркестра. И еще в этот вечер состоится премьера гастрономической экскурсии. Самый страшный грех предстанет перед зрителями молодежного театрального центра «Космос» в эти выходные. Московский коллектив «Я театр» покажет спектакль по неопубликованной главе из романа Достоевского «Бесы». Там Ставрогин исповедуется в своем грехе растлений и малолетний. Артисты воплотили этот сюжет в пластике. В конце прошлого года «Я театр» показал постановку в рамках первого хореографического фестиваля «Бес слов». На зрителей работа произвела тогда сильное впечатление. В этот раз они дадут еще один спектакль интерактивной по народной сказке. Искусство лечит и этот доказанный факт. Ученые провели исследование и выяснили, что вода, побывавшая на выступлении, где играли второй концерт Рахманинова, приобретает уникальные целебные свойства. Что ж, в выходные можно это проверить. Это произведение исполнит известный пианист Александр Гиндин вместе с Тюменским филармоническим оркестром. Билеты пока еще есть. На этом у меня все. Не просто будет решить, как провести выходные, но желаю вам сделать правильный выбор и все успеть. Это точнее, спасибо, что вы с нами. Сегодня, 19 мая, отмечается День русской печи. Почему была выбрана именно эта дата, история умалчивает. Да и праздник считается неофициальным. Но мы вполне официально можем сказать, русские печи снова в моде. Причем эксперты их сравнивают с мультиварками. И эксперты еще не перевелись на Руси. С одним из них познакомилась Карина Закирьянова. Каким должен быть печник? В первую очередь сильным, как Андрей Бенц. Один кирпичик, да, вот он, допустим, вот. Кирпич весит 4 килограмма шамоты. Мне вот так вот взять в руку, надо около, ну, в порядке где-то 2000 кирпичей на всю работу. Да, тут фитнес-центр просто тут уже нужен. А еще обладать отличным иммунитетом. Сейчас Андрей работает в помещении, где температура не выше 5 градусов. Самое идеальное для выкладки печи. Если в минусовую, да, работать, ну, там вообще работать нельзя, потому что смесь будет замерзать. Если в сильно жаркую погоду, да, то смесь будет высыхать быстрее. Андрей кладет печи уже 13 лет. Сначала был под мастерием, потом ушел в свободное плавание. Умеет делать голландку, шведку, камин и печи барбекю помпейские. Но самые любимые – русские. Над этой красавицей Андрей трудится уже третью неделю. Выбрал лучшие материалы – литье новгородское, кирпич бельгийский. Когда я в детстве жила в деревне, у нас тоже была в доме русская печь. Сложил нам, кажется, кто-то ее из соседей. Ну, за один день, и, конечно, тогда о какой красоте речи не шло. А вот сейчас заказчики просят сделать что-то красивое. Например, на вот эту картину у печника ушло 4 дня. В работе мастеру помогает современный станок. Русская печка крайне привередлива. Топить ее можно только сухими березовыми дровами. Сырые выделяют деготь. Раз в полгода она любит осиновые. Они прочищают дымоход. А еще для эксплуатации хозяевам понадобится ухватка, черга, совок, веник, котелки. Русские народные гаджеты стоят недешево. Но все равно заказы мастеру поступают каждый день. В чем же секрет популярности русской печки? В ультиварке, будем так говорить, все готовить надо. Все помнят вкус хлеба из печи. Да, и когда уже вырастают, они сами хотят уже это сделать, попробовать. Ну, например. Так же самое и, наверное, на лежанке полежать, косточки погреть. Да и атмосфера в доме будет сказочная, ведь мастер никогда не повторяется. Поэтому в Тюмени двух одинаковых печек не сыскать. Кстати, услуги таких мастеров недешевые. За печку среднего размера вам придется отдать примерно 200 тысяч рублей. Высокую цену объяснить просто. Сюда входит стоимость кирпичей, а их понадобится около двух тысяч. Прибавьте сюда раствор, чтобы скрепить все как следует. А еще понадобятся вьюшки поддувала, которые делают из литья. Камин обойдется дешевле – 80 тысяч рублей. Причина – небольшой размер и в два раза меньше времени на изготовление. Печь для барбекю будет стоить 140 тысяч рублей, а для бани – 80. На очереди премьера нашей пятничной рубрики «Удачное время». В ней мы будем охотиться за необычными домами и теплицами. Искать интересные грядки, узнавать секреты хорошего урожая. В роли охотника выступит моя коллега, кстати, недачница Наталья Жукова. Сегодня она расскажет, на каком участке вместо дома гостиница и как правильно рыбу коптить. Копать грядки, строить домики – все это кажется мне крайне неудобным и сложным процессом. Но все больше моих знакомых уверяют, что дача – это прекрасно. И советуют присматривать интересные идеи. А начать стоит с гостиницы на даче. Она находится в Мичуринце-2. Владелец Сергей Ильин. Необычный дом достался ему от родителей. Говорят, у вас прямо на участке гостиницы – это она? Да, это бывшая гостиница «Заря», которая находилась на улице Первобайской. Дачный домик, похожий на теремок, в 1975 году построил отец Сергея. В советские времена было очень трудно со строим материалами. И вот когда ломали эту гостиницу «Заря», ломали военные, отец у меня был военный, взял себе на участок. Так что кирпичи с той самой легендарной «Зари» почти полвека назад на свалку истории не попали, а получили вторую жизнь. И хотя шикарными апартаментами домик не назовешь, владельцы довольны. Перестраивал этот дом несколько раз, крыша перестраивалась вообще раза три-четыре. И теплица была на крыше, и грядки, лук на крыше у него рос. Сергей, как оказалось, вообще все на даче делает в удовольствие. И для нас сделал неожиданный сюрприз. Наталья, сейчас мы с вами будем коптить рыбку. Да? Вы что? Да. А где? Есть у вас какое-то приспособление для этого? А вот у вас есть коптилья, да. Сергей оказался еще и рыбаком. Акуни ловит на озере Андреевском, ночь выдерживает в соли и специях, а затем коптит на яблоневых ветках. Сколько времени нам потребуется, чтобы она стала готовой? Готовой? Ну, час, наверное. Пока рыба коптится, познакомлюсь с участком. Так, а на этой грядке, вот для чего спрашиваются листья? Так задумано. Или что-то уже посажено. Так, ковыряться не буду, лучше спрошу у Сергея. Наталья! Сергей, вы меня звали? Рыбка-то уже готова. Да вы что? Смотрите, они как раз золотистые от цвета, это вообще красота. Наверное, можно желание загадывать, как у золотой рыбки. А куньки получились на славу, в меру соленые и подкопченные так, что пальчики оближешь. Кстати, за чаем Сергей рассказал, зачем на грядках листья. Оказывается, они служат отличным удобрением для растений. Желание купить дачу у меня пока не появилось. Строить домик долго и сложно для меня. А вот идею скоптильной я, пожалуй, возьму на вооружение. Сергей, давайте сделаем с вами селфи. Давайте. С вашей классной рыбой. Да. Смотрим вот сюда. Снимаю. Если и на вашем дачном участке тоже есть чем похвастаться, пишите Наталье Жуковой. Или в нашей группе, точнее, ВКонтакте. Делитесь своими рекордами, и мы обязательно расскажем о них. А сейчас время других рекордов. Дорожных. Самая широкая улица Тюмени и всей Тюменской области – это вовсе не широтная, а известная жителям восточной части города – улица Монтажников. Десять полос по пять в каждом направлении, плюс две для съезда транспорта. Таким образом, ширина дороги здесь примерно 54 метра. Из них три метра разделительная полоса и по три тротуары с каждой стороны. Протяженность этого самого широкого участка Монтажников между Широтной и Федюнинского составляет один километр сорок восемь метров. А теперь, внимание, пробок в самом широком месте, самой широкой улицы не бывает. Мы приехали сюда в час пик, в девять утра, и дорога свободна. Масштаб Монтажников хорошо виден с высоты птичьего полета. Ее пересекает пять других улиц, а также железная дорога под мостом. А если захотите прогуляться пешком, это займет не меньше 30 минут. Длина пути от Федюнинского до 50 лет октября – более трех километров. В сутки по Монтажников проезжают тысячи машин. Итак, это самая широкая улица. А какие объекты добавили бы вы в список тюменских рекордов? Выкладывайте фотографии в социальных сетях с хэштегом «Время рекордов», и мы обязательно приедем и покажем их. Ждали рекордов и от погоды, но не тут-то было. Точнее, о ней. Итак, в субботу, конечно, будет очень тепло, но прогуляться помешают дожди. В Тобольске 20 мая преимущественно облачные, возможные кратковременные осадки. За окнами плюс 19 градусов. Прольет и в областном центре днем до 21 градуса выше нуля. Но под солнцем погреться не получится, его скроют грозовые тучи. И хоть сейчас погода за окном не радует, тюменцы все равно успевают замечать прекрасные весенние моменты. Социальные сети буквально цветут распустившимися яблонями и клумбами. А вот эти кадры прислала нам наша постоянная телезрительница Елизавета Симонкова. На них цветущая природа поселка Ключи. Спасибо, Елизавета, что регулярно радуете нас красивыми пейзажами. Если вы заметили нечто удивительное, интересное или необычное, выкладывайте фото и видео на нашей страничке, точнее ВКонтакте. Ну и, конечно, не забывайте о том, что мы есть на собственном канале в Ютубе и на 21 кнопке вашего телевизора. На сегодня у меня все. Хороших вам выходных. Всего доброго. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok